добрый день добрый вечер здравствуйте канал жилобой гвоздь передача слухой это слуха я сергей алексашенко и ближайший час точнее 55 минут я буду отвечать на ваши вопросы которые мне будете присылать прямо в чат ну и соответственно я буду на них так коситься смотреть и отвечать вот соответственно у нас уже тысяча человек зарисели поэтому я думаю что можно смело начинать и будем обсуждать да соответственно когда пишите свои вопросы пожалуйста пишите имя да чтобы я обращался анонимные вопросы тяжело отвечать так рома 33 года москва сейчас находясь в рф есть ощущение что нет будущего противника для агрессии здесь нет будущего для противника агрессии на ближайшие много лет как это ощущение очень понял рома значит нет будущего для противника я честно говоря думаю что нет будущего противника для агрессии я однако был был бы живу как это говорилось и фасирон штанин был бы человека статья найдется мне кажется даже в самом черном сценарии Если предположить, что Путин побеждает Украину и Украина капитулирует, то у него тут же найдется следующая мишень для агрессии. И это, в общем, логика развития любого агрессивного диктаторского режима. Собственно говоря, и с этим связана поддержка Запада, которую он оказывает Украине, потому что все понимают, что на этом война не заканчивается. К сожалению, есть фраза Тони Блинкина, госсекретаря США, которая очень четко описывает ситуацию. Если Россия остановит стрельбу и выведет войска, то война закончится. Если стрельбу остановит Украина, то не будет Украины. Поэтому, к сожалению, это вот так. Так, Алексей Шильков, как вы считаете, в нашем положении какие банки более приспособились, побольше или поменьше? У-у-у, вы знаете, Алексей, я думаю, что речь зависит от того, вопрос зависит от того, в каком вопросе вы хотите решить. То есть крупные банки, они, как правило, госбанки практически все, насколько я понимаю, попали под санкции. И, ну, например, если вас волнует проблема международных платежей, то подозреваю, что для крупных банков, для госбанков эта задача крайне осложнена. Да, ну, там, не знаю, там Ральфайзен, по-моему, еще делает, да, ну, крупный, но иностранный, не госбанк. Вот, поэтому все зависит от того, какие банковские услуги вам нужны. Если вас интересуют исключительно рублевые расчеты, то думаю, что крупные банки, ну, вообще, с рублевыми расчетами у всех банков все хорошо. Из крупных банков, насколько я понимаю, проблемную, в тяжелую ситуацию попал ВТБ, которому срочно понадобилась госпомощь, уже оказали, и еще будут выделять там 150-200 миллиардов рублей. Ну, собственно, ВТБ традиционный банк, который в кризис имеет убытки. Поэтому все остальные банки пока публично, да, и дали какую-то маленькую помощь Газпромбанку, ну, в общем, это тоже было там полгода назад. Соответственно, все остальные банки пока не говорят о том, что им нужны деньги. Опять Алексей Шельков, считаете ли вы Эльвира Набиуллина выдающимся экономистом? Нет, не считаю, потому что, ну, она хороший, она хороший менеджер, она хороший, знаете, как исполнитель. Вот раньше в, там, не знаю, в партийных организациях, в комсомольских организациях, да, была такая должность зам по оргработе, да, вот человек, который выполняет планы. Ну, в современном бизнес-лексиконе называется Chief Operating Officer, да. Соответственно, она может исполнять решение, но она не политик и она не экономист, она не очень хорошо чувствует экономику. Ничего выдающегося я у нее не видел ни одной, там, существенной экономической теории, да, какой-то идеологии она не озвучила. Вот, поэтому называть ее выдающимся, хороший менеджер, да, ну, вряд ли экономист. Так, Андрей Геннадьевич, какую страну порекомендуете для эмиграции, наверное, для военного пенсионера, чтобы продолжать получать пенсию от России? Ну, не знаю, вы знаете, Андрей Геннадьевич, я, к сожалению, наверное, не смогу вам сейчас подсказать, потому что нужно изучать, ну, должна быть какая-то дружественная страна, да, потому что если вы уедете в какую-нибудь европейскую страну, то будут проблемы с денежными переводами, значит, нужно искать страну, которая, видимо, где поддерживаются переводы из России, что-то, Турция, Армения, Грузия, страны Средней Азии. Таиланд. Ну, вот какие-то такие страны, да, ну, соответственно, а дальше, дальше, не знаю, наверное, другие вопросы смотреть. Так, Людмила Кальмай. Согласны ли вы, что для России больше всего подойдет устройство по типу Штатов Америки? Сахаров, еще академик Сахаров, предлагал Союз Европы и Азии при СССР, но при более влиятельном, важном парламенте. Ну, Людмила, смотрите, я согласен с тем, что Россия огромная страна, и для нее, безусловно, невозможно унитарного устройства. Все попытки Путина задержать вот эту вертикаль власти, где все команды идут из Кремля, обречены на неудачу, потому что какие-то проблемы не видны, какие-то проблемы не решаются, губернатор и местные органы власти не имеют самостоятельного права голоса, а самое главное, что власть страшно отделена от народа. Устройство Соединенных Штатов, безусловно, такая идеальная модель, хорошо функционирующая, но нужно понимать, что это все-таки модель, которая возникла исторически, и она возникла из того, что вот эти колонии, колонисты, они стали основой будущего государства, то есть они делегировали государству, сначала они жили у себя в колониях, соответственно, потом объединялись в сообщество, и потом уже отдельные штаты подписывали договор и объединялись в Соединенные Штаты, передавая полномочия наверх. Я не думаю, что в России можно построить такую же модель, потому что для этого нужно просто всю Россию, что называется, рассыпать не то, что на области, на регионы, а просто в песок, в пыль, и потом на основе местного самоуправления начинать все собирать сначала. Но я согласен с тем, что успешная и процветающая Россия, благополучная Россия должна опираться на мощное самоуправление, то есть люди должны решать, граждане страны должны решать огромное количество вопросов, с которыми они сталкиваются напрямую. Это и образование средненачальное, детские сады и школы, это и поликлиники базовые, это и местная полиция, это и местные суды. То есть вот у граждан внизу должны быть полномочия по избранию, влиянию, финансированию и так далее. Кто-то должен решать на уровне областей, если это регионы, да. Ну и, соответственно, самые крупные вопросы обороны, внешняя политика, наркотрафик, глобальная безопасность, кибербезопасность, это то, что может уходить наверх. Да, конечно, но просто к этому очень-очень долгий путь. Гарри Колман. Че с авиацией? Да ничего с авиацией. Так, Михаил Раскин. При Иване Третьем красный кирпич назывался Китай. В Британии фарфор называется Китай. Китай без войны все захватил? Да не знаю. Знаете, это хороший вопрос, является ли Китай страной, которая все захватила? Нет, Китай всемирная фабрика, которая производит большое количество потребительских товаров, и не только потребительских товаров, для всего мира. Но при этом Китай – это страна, которая, как бы сказать, ну, не совсем будет адекватна, но, правильно сказать, такое сборочное производство, да, куда поступают комплектующие сырье из разных стран мира, Китай это все дело собирает и продает. Да, вот такая, ну, российские автомобильные заводы, только гораздо более усложненные, гораздо более глобального масштаба. И теоретически можно представить, как российские автомобильные заводы закрылись и уехали. Вот теоретически, конечно, не за один месяц, не за один год, но можно представить себе картину, когда многие компании, которые западные, которые европейские, американские, которые имеют предприятия в Китае, когда они могут переместить свои производства в другие страны, и, в общем, Китай ничего не захватит. Но при этом есть правильная постановка вопроса, что Китай за время своего бурного роста, за время экономической политики, ориентированной на экспорт, на выход на внешний рынок, накопил огромные финансовые ресурсы, и которыми он сейчас пытается распоряжаться, выстраивая свою сферу влияния. Это и его инвестиции в Африку, это и программа One Belt, One Road, которая, кстати, в последнее время как-то сильно заглохла. Но, тем не менее, Китай пытается такой мягкой силы, с помощью денег усилить свое влияние или получить какую-то поддержку. Получится у него, я точно могу сказать, что, наверное, все-таки сегодня Китай на Китай не смотрит, как на Соединенные Штаты Америки. То есть США – это страна привлекательная для жителей, не знаю, ну, для половины жителей планеты, да, и которые, многие из которых в США, не знаю, миллион людей в год приезжают, получают разрешение, там, вот эти грин-карты, вид на жительство. То есть страна притягательна для людей. Я не слышал, что в Китай ехали люди, да. Вот когда в Китай поедут иностранцы для того, чтобы там жить, и когда будет выстраиваться очередь желающих, когда Китай будет проводить лотерею на какую-нибудь желтую карту, да, вот тогда можно будет говорить о том, что Китай со своей мягкой силой захватил все и стал страной привлекательной для других. До тех пор, да, очень важная, очень крупная экономика играет, безусловно, важнейшую роль, но пока это не модель для других. Дмитрий Мелин. Какую роль должно выполнять государство в современной экономике? В современной экономике государство должно устанавливать правила, правила игры. Следить за честной конкуренцией, следить за тем, чтобы налоги не отдавили бизнес, да, чтобы рынки были открытыми, чтобы предприятия были конкурентоспособными, чтобы, не знаю, там были... Ну, дальше есть, можно обсуждать, да, сейчас не говоря о масштабах, государство в экономике, например, играет функцию социального обеспечения, да, вот какой-то поддержки малоимущих, предоставление, вот борьба, борьба за равенство возможностей. То есть, вот, я считаю, что государство не должно заниматься перераспределением текущих доходов, а тем более текущего богатства в пользу бедных. Ну, то есть, это не самая главная задача. Таким образом, бедность стратегически не решить. Самая главная проблема – это неравенство в доступе, в доступе к возможностям получения образования. И вот здесь государство могло бы играть более серьезную роль. Считаю, что во многих странах, в том числе, кстати, и в той же самой Америке, государство может играть важную роль в высшем образовании. Ну, например, в США демократы активно продвигают идею, что нужно сделать бесплатное образование в колледжах, таких начальных университетах, как в русской терминологии. Вот, на мой взгляд, гораздо более правильным было бы делать, например, усиливать, усиливать, укреплять материально-техническую базу университетов, давать им возможность скупать новое оборудование, приглашать более квалифицированных профессоров с тем, чтобы повышать качество образования. Потому что, да, получить высшее образование можно, но если оно тебе не дает прироста заработной платы, если оно не дает тебе современных знаний, то, в общем, смысл этого образования становится низким. Ну, наверное, так. Насколько с финансовой точки зрения чувствительна для США военная помощь Украине? Ну, я бы сказал, что на сегодня это вообще не чувствительно. В 2022 году военная и финансовая помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Америки составила, ну, очень грубо, 40 миллиардов долларов. Это 1% американского федерального бюджета. Соответственно, из военной помощи, из 22, по-моему, миллиардов долларов, 23, какая-то такая сумма, непосредственно на вооружение пришлось, по-моему, 14-15. Из них больше половины – это то, что было взято со складов. Да, ну, то есть, вот это точно совершенно не является существенной нагрузкой для США в краткосрочном режиме. Рассел Вижен. Как думаете, как относятся сейчас жители европейских стран к россиянам? Чувствуется ли презрение или плохое отношение? Рассел, не бывает просто россиян. Есть люди конкретные. У людей есть взгляды, у людей есть позиция, у людей есть поведение. И к вам относятся, к вам лично, если вы русский, относятся как к тому человеку, у которого есть позиция, который что-то делает. Есть русский Алексей Навальный, есть русский Владимир Путин. И вы понимаете, что к этим двум людям и в Европе, и в Америке, и в России относятся по-разному. Поэтому изначально, да, есть, ну, наверное, общая настороженность в целом. Что вы русский, какие-то такие непонятные, чего-то там не свергните своего Путина, чтобы остановить войну. Когда ты начинаешь с немцами говорить, а чего в 43-м году Гитлера не свергли, тут же как-то все переходит в более конструктивную роль. Но опять скажу, да, что главное, это как ведете себя вы, как ведут себя конкретные люди, и в зависимости от этого к ним строятся отношения. Я не могу сказать, что в Америке, где я живу, да, что какое-то вот крусть, ну, совсем такое неприязненное отношение. Да нет, нет ничего такого. Сказать, что бросаются в объятия, тоже неправда. Но опять русская речь слышна в Вашингтоне. Время от времени бывает и такое. Вот, ну, антироссийских лозунгов, да, там, там, всех русских убить. Ну, ничего похожего, конечно, нет. А поэтому презрения нет. Плохое. Сдержанное, настороженное отношение. Наверное, так будет правильно. Сивенч Шабанова. Почему русские такие злые? Слушайте, не знаю. Не знаю. Это не ко мне вопрос точно. Не знаю, психолог. Александр Егоров. Вы навсегда останетесь эмигрантом? Нет. Хочу, хотелось бы приехать, когда будет возможность, ну, точно совершенно, что-то сделать, поменять жизнь страны к лучшему, жить России к лучшему. Я чувствую себя российским гражданином, Россия – моя родина. Поэтому хотел бы для нее что-то сделать. Пока это невозможно. Поэтому пока я эмигрант. Алексей Микитянский. Что будет делать Путин с Украиной в случае победы? Он даже, россиян, не может нормальной жизнью обеспечить. Алекс, вот отличный вопрос. Я абсолютно хорошо понимаю, что Путин не понимает, для чего ему нужна эта война и что является его целью. Он не может нарисовать для себя конечную цель войны. Думаю, что в его голове, ну, опять тяжело залезать, но думаю, что на сегодня конструкция выглядит примерно таким образом. Чего бы он хотел? Он бы хотел, чтобы в Киеве было правительство, условно говоря, Януковича или Медведчука, которое было бы абсолютно лояльно, абсолютно послушно Путину. Украина бы оставалась самостоятельным государством. А те четыре области, пять областей – Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская – отошли в состав России. Вот, собственно говоря, после этого Украина бы оставалась самостоятельным государством. Ну, со своими проблемами, да, конечно, там, что-то помогал бы он ей, может быть, даже газ бесплатный давал. Ну, пусть улупается со своими проблемами самостоятельно. Вот как-то так, да. Буферное государство под путинским контролем. Федор Упомянутый. Поясните, пожалуйста, вашу позицию. Вы скорее левоцентрических экономических взглядов и умеренно правых. Я скорее умеренно правых. Лев Рахлис. Возможно ли провести референдум в России в Калининградской области о присоединении Германии? Ну, сегодня нет. Сегодня, конечно, нет. Сегодня в России вообще никакой референдум провести нельзя. Да, но я считаю, что вы абсолютно правильно поставите вопрос. Вопрос другой – захочет ли Германия после этого прислушаться к результатам этого референдума? Ну, не знаю. Мистер Дислайк. Сергей Владимирович, какие примеры механизма выплат репараций были в мире после Второй мировой войны? Возможно ли ее искать без согласия проигравшего? После Второй мировой войны было принято решение Англии и Америкой, и присоединившись к ним Франции, что они не будут брать с Германией никаких репараций. Вот такое абсолютно политическое решение, потому что, ну и в тот момент, и, наверное, и сейчас считается, что те репарации, которые были возложены на Германию по итогам Первой мировой войны в результате Версальских договоров, что они сильно подорвали немецкую экономику и способствовали приходу Гитлера к власти. Поэтому страны-союзники, они иначально, по-моему, еще в Тегеране договорились о том, что, объявили о том, что они не будут от Германии требовать репарации. В свою очередь, в том же Тегеране Сталин заявил о том, что Советский Союз хочет получить репарации. Долго спорили об объемах, там цифра достигала 20 миллиардов долларов. Ну, чтобы вы понимали, 20 миллиардов долларов, весь план маршала Америки обошелся в 16 миллиардов долларов. Соответственно, чтобы пересчитать, тогда доллар стоил, тогда унция золота стоила 28 долларов, если я помню правильно. Да, соответственно, сейчас она стоит там, ну, там 1800. Грубо говоря, что у нас получается. На 70, да, надо умножить. На 60, наверное. Ну, то есть, получается, что триллион 200 Сталин хотел получить с Германии. Естественно, все репарации, которые Россия, Советский Союз получил, они были в натуральной форме, потому что в Германии не было денег, чтобы оплачивать. В Советский Союз увозились заводы целиком, оборудование, грабились музеи, грабились личные дома. Но это уже было не в рамках репарации, а в рамках такого грабежа, все то, что мы видели там в Буче, в Арпене, в Киеве. Вот, собственно, других вариантов я не слышал. Илья Евсеев. Можно ли, что называется, в натуральном виде объяснить обывателю то, сколько он теряет, тратит на СВО? И как вы находитесь к налогу на солидарность? Налог на солидарность, смотря, опять, в чью пользу, да, солидарность. Хороший вопрос. Хороший вопрос про то, сколько тратит Россия на СВО. Значит, у меня, я делал в конце прошлой недели подсчеты, у меня, сейчас я вспомню правильно, получалось, по-моему, что-то около 5 триллионов рублей за год. Соответственно, делите там на 145 миллионов человек, вы получите сумму. Как объяснить россиянину, не знаю. Знаете, опять, был очень хороший фильм Анны Феминой, да, искалеченный войной, даже дождь, разговор с тремя мужчинами и их женами, россиянами, которые воевали и вернулись домой. И вы услышите людей, которые скормлены телевизором. Я бы даже не сказал, что они не искалечены войной, они искалечены пропагандой. И объяснить им, что война – это зло, что война – это разрушение, что война – это преступление, и что за эту войну они платят, живя там два из трех точно живут абсолютно в таких нищенских условиях. Не знаю, не знаю, без, понимаете, все-таки, что бы мы ни говорили, о развитии интернета, о развитии Ютьюба, все-таки главный канал общения с широкими избирателями, с широкими слоями избирателей, с людьми, с населением, в любой стране – это телевизор. И пока его никто не заменил. Поэтому пока вот телевизору об этом не будет разговоров, то, наверное, все-таки и не получится ничего объяснить. Василий Большаков. Что должно сделать российское гражданское общество, чтобы режим скорее сменился? Боюсь, что прямо сегодня гражданское общество уже мало что может сделать. Опять я часто повторяю аналогию. Германия 43-го года. Там уже гражданского общества не было. Да, и даже 41-го тоже же не было. Что можно сделать? Что может сделать каждый из нас, из вас? Не делать подлости. Не поддерживать войну на словах хотя бы. Не делать ничего, чтобы поддерживать ее на деле. Если вы работаете где-то, в госучреждении, на оборонном заводе, работаете по правилам. Знаете, есть такая итальянская забастовка. Вот делай ровно то, что тебе положено. И не делай ничего больше. Если есть возможность уйти с оборонного завода и пойти куда-то еще на работу устроиться, ну да, наверное, можно это сделать. А если у вас чуть больше смелости, то можете, не знаю, там, готовы брать на себя риск, не знаю, печатать листовки, развешивать их по ночам. Хотя мы понимаем, да, что это связано с огромным риском. Но, я повторюсь, да, мне кажется, что на сегодня Россия и гражданское общество это вещи не пересекающиеся. Оно, граждане, наверное, существует, объединиться им, создать общество не получается. Изгой Аслан. Элита на Западе считает, что будущее России связано с победой Украины, а будущее Чечни связано с поражением России. Что скажете? Будущее России связано с победой Украины. Я много раз отвечал на похожий вопрос. Мне кажется, что это такое достаточно плоское, одномерное восприятие картины, что военная победа Украины обязательно приведет к смену режима в России. Во-первых, не обязательно Путин может удержаться у власти и после поражения, возьмите сербского диктатора Слободана Милошевича, который там начинал войны и проигрывал их. Ничего, держался. А дальше изменения в России могут пойти в разные стороны, в том числе в сторону Северной Кореи. То есть, если победа, если для Украины победа в войне, я понимаю, что это скорее всего движение в сторону европейских, продолжение пути, на самом деле, Украина будет достаточно давно, уже где-то в начале десятых, или в конце нулевых годов, в Украине сформировалось достаточно однозначное мнение, в чем состоит будущее страны. То вот у России, да, конечно, есть этот вариант. И Украина после войны обязательно будет двигаться в Европу, ментально и в Европу, идеологически, экономически. Украина станет ассоциированным членом НАТО, полным членом НАТО, не знаю. В общем, короче говоря, будет интегрироваться в европейские структуры. С какой скоростью не готов предсказывать, как быстро Украина будет решать свои проблемы, не могу сказать. Проблем много. Но то, что для России развилка все равно стоит, да, и Украина в Северную Корею не пойдет. Украина не превратится в Беларусь. Это хорошо понятно. А вот у России развилка остается. Или покаяние и реинтеграция в развитый мир, или движение в сторону Северной Кореи. Сателлиты Китая, поставщика ресурсов, большой концлагерь за железным занавесом, идеологическая каталажка. Да, и, собственно говоря, да, поэтому, ну, на самом деле, вот, скажем так, сценарий Северной Кореи, он для России возможен и в случае затягивания войны, да, даже и без военной победы Украины. Марат Мустафин. Какие у вас разногласия по будущему России с Сергеем Гуриевым? Ну, вы знаете, мне кажется, что сегодня нам, он с Сергеем обсуждает наши разногласия, ну, как-то вот, мелочным будет. Сергей более там, левый взгляд, он, скажем так, левоцентричный экономист, я правоцентричный. Конечно, между нами всегда можно найти разногласия при желании, но мне кажется, что мы сегодня с Сергеем стоим на абсолютно одной платформе, что России нужны радикальные политические перемены, что Россия должна прекратить войну, что Россия должна изменить свой политический режим, и дальше мы можем обговорить сначала, у нас с Сергеем опять будет куча одинаковых, одни и те же позиции отношения строительства фундамента, да, что Россия должна быть демократической страной, что Россия должна быть федерацией, что полномочия, деньги должны уходить вниз, что власть должна избираться, что в России должны быть честные выборы, что суды должны быть независимы, для этого нужна система, что правоохранительные органы нужно реформировать, и так далее. И в этой связи вопрос о том, условно говоря, как нам реорганизовать и когда реорганизовать пенсионную реформу, как экономический вопрос, мне кажется, что он, конечно, важен, но не настолько, чтобы его ставить прямо сейчас, обсуждать. Мне кажется, что даже если, не знаю, как все думают на эту тему Сергея, но мне, честно говоря, даже эту тему сегодня неинтересно обсуждать. Уж точно совершенно мне кажется, что это не самая, ну, вообще не актуальная тема. Так. Елена Инкерман. Какое ваше отношение к электронному голосованию? Доверяете ли вы ему, пользователь, или сам? Пользовался. Пользовался электронным голосованием. В принципе, смотрите, этот вопрос, на самом деле, он очень часто мне напоминает, мне часто задает вопрос, что вот там ты, когда работал в Центральном банке, создал ГКО, и это такое, то, что довело страну до краха. Понимаете, ГКО и электронное голосование это инструмент, которым можно уметь пользоваться, а можно не уметь пользоваться. И если смотреть на вот рынок государственных ценностей в России, то, в принципе, вот та система торговли, которая была создана в России в середине 90-х годов, по своему техническому уровню, по своему организационному уровню, она была одной из самых передовых в мире. И эту систему потом некоторые другие страны, что называется, модель программный продукт, покупали и устанавливали у себя. То есть, с точки зрения технологической, рынок ГКО и ОФЗ был устроен очень хорошо. То, что российское правительство не смогло этим инструментом нормально воспользоваться, точнее говоря, то, что российское правительство не собирало налоги и хотело все деньги брать только за счет заимствований, собственно говоря, привело к дефолту. Но при этом прошло несколько лет и рынок ОФЗ ожил. И сегодня, последние 20 лет у России дефицит минимальный. Соответственно, рынок ОФЗ, ну, какого исчезли, как краткосрочные бумаги, остались только ОФЗ, облигации федерального займа. В принципе, рынок живет. И, смотрите, никто не говорит о том, что ОФЗ это преступление, что ОФЗ это плохой инструмент. В общем, как-то научились им пользоваться. Вот то же самое электронное голосование. Электронное голосование это инструмент. Электронное голосование это возможность. Возможность вам, как избирателю, дать проголосовать, независимо от того, где вы находитесь, в каком месте. Ну, то есть, вот если идут, условно говоря, выборы в местные органы власти, в городе, или в регионе, в области, в котором вы живете, а вы по каким-то причинам уехали, то ли в отпуск, то ли в командировку, то ли, не знаю, там находитесь, то ли в больнице, там лежите, болеете, вам хочется, ну, больница вам принесут, конечно, урон, да, находитесь вне пределов своего избирательного округа, и не можете по каким-то причинам к родителям уехали больным, да, и не можете прийти проголосовать, вам очень хочется, вы хотите, вот электронное голосование это возможность проголосовать. Если там фальсификации, да, несомненно, но опять их гораздо меньше, чем при очном голосовании, да, поэтому к электронному голосованию, в принципе, вообще к форуму электронной, электронной демократии, электронного государства, да, где общение государства и людей идет через каналы связи, через интернет, отношусь положительно, считаю, что это будущее, ну, на самом деле, там у меня где-то был такой вопрос про наличные денежные платежи, в принципе, вот там карточные платежи, использование карточек для получения зарплаты хотя бы, ведь это же есть одна из форм вот электронного государства, ничего, живем, нам это нравится, в Украине уже, я знаю, там в 2018-19 годах перевели все бумажные документы типа паспорта, водительских прав на смартфоны, и не нужно, не нужно никуда ездить, не нужно возить ничего с собой, не нужно никому ничего показывать, все бумажки там доставать, перевозить в бумажной форме, доставишь свой смартфон, у тебя, пожалуйста, все документы, которые официально используются всеми государственными органами, поэтому вот электронное голосование это инструмент, то, что российская власть голосование фальсифицирует, да, то, что в российском государстве в нынешнем выборы не являются честными, прямыми и справедливыми, да, в этом отношении не надо удивляться, что этим инструментом, хорошим инструментом российское государство используется в своих целях, власть поменяется, и я думаю, что это электронное голосование будет хорошим инструментом, в хороших руках. Фарм-аута, вы считаете целесообразно озвученные планы Запада раздробить Россию на мелких частях? Нет таких планов, более того, Запад боится, страшнее ничего не придумывает, не видит, они боятся, реально боятся, что уход Путина от власти, храх путинского режима приведет к развалу России и утрате контроля за ядерным оружием, как а-ля 41-й год Советский Союз и доктрина Буша Старшего. Планов раздробить Россию у них нет. Лев Рахлис, почему в Украине можно проводить референдум, а в России нет? Потому что в Украине демократия в гораздо более развитой форме, чем в России, потому что в Украине президенты сменяют руку в результате выборов, потому что в Украине правительство формируется на основе выборов в Раду с коалицией большинства, потому что в Украине с 2004 года с самой оранжевой революцией, то, что стало поводом для оранжевой революции, фальсификации на выборах, ни разу не было споров между политическими партиями, между самыми жесткими оппонентами относительно того, что выборы были честными и справедливыми. Поэтому в Украине референдум проводить можно, в России нет. Женя Дерева, ГКО создал Мавроди. Мавроди создал, даже не создал, но он взял пирамиду, то, что называется схема понцией, внедрил ее в Россию. ГКО – это госзаимствования, которые, не знаю, начинаются с Древней Греции, с Древнего Рима, еще и с Вавилона. Это их технология. Новогоднее настроение. Можно ли говорить о нынешней ситуации в России, как о гипертрофированном конфликте отцов и детей, переросшем в конфликт дедов и внуков? Не уверен. Не уверен. Я не вижу этого конфликта. И пока, опять, я всегда говорю, что я внимательно отношусь к опросам, я не вижу жесткого конфликта между разными поколениями. Да, разное отношение ко многим вопросам, но оно, собственно говоря, такое плавное, было бы странно требовать, чтобы вы и ваши дети, чтобы я и мои дети имели одну и ту же точку зрения на многие вопросы жизненные. Жизнь меняется с течением возраста. Наши взгляды у кого-то, они костенеют, кто-то остается в прошлом. Поэтому конфликт нет. Я не вижу, честно говоря, такого конфликта. Вектор Ломоносов. Сергей, а вы москвич? Да, я родился в Подмосковье и практически там весь всю свою взрослую жизнь прожил в Москве до отъезда из России. Поэтому да, я считаю себя москвичем. Ник под Ник. Парад на 9 мая не стал противен? Уже давно. Анна Изау. Почему не происходит раскол элит? По какому вопросу элита может расколоться? Я много раз говорил на этот, отвечал на этот вопрос. Да, соответственно, могу только повторить, что раскол элит, который может привести к смене политического режима России, должен возникнуть, если тогда, по вопросу о будущем России. О том, куда идти, в Северную Корею или интегрироваться в сообщество развитых стран. Вот, соответственно, это единственный вопрос, который может расколоться элиту так, чтобы это привело к смене политического режима. Почему она не раскалывается? Ну, у меня в конце прошлой недели был разговор с Людмилой Немыря, висит в моем канале. Посмотрите, пожалуйста. Я там рассказываю о путинских элитах и что самые ближние элиты к нему, то, что я называю, это коллективный Гиммлер. Это Патрушев, это Бортников, это Золотов, это Кадыров, это Колокольцев, это Верховный Суцен-Лебедев, это генеральный прокурор Краснов, это Бастрыкин. Это вот те люди, которые сеют атмосферу страха и запугивают. Они запугивают не только население, они запугивают и тех людей, которых мы называем путинской элитой, вот про раскол которых мы говорим. Они всех держат в страхе. Соответственно, вот поэтому элиты, мало того, что... Я готов поверить, что среди путинской элиты 200, 300, 400 человек, которые участвуют в принятии решений, в управлении государственными активами, что есть люди, которые думают по-другому. Другое дело, что раскол, это когда объединяются, когда большое количество участников вот этой путинской элиты, но они объединяются по каким-то взглядам. Сегодня вот этот коллективный Гиммлер, он делает все возможное, чтобы никакого объединения не было. Поэтому люди, которые даже, думаю, выступают против войны, которые даже не верят в будущее России при Путине, они боятся между собой об этом говорить и, соответственно, консолидировать свою позицию, потому что они понимают, что риск, наказание за такую позицию может быть слишком серьезным. Поэтому боятся, страх. Джек, 5081. Серега на инсайде ГКО и сколотил себе денежку. Занатный ворюга. Джек, я уже говорил, отвечал на этот вопрос. Я заработал на рынке ГКО 35 тысяч рублей. Никакого инсайда там не было. Соответственно, ну, если вы тебе немножко хотя бы технологию знаете, как физические лица могли покупать ГКО в 98-м году, ну, не знаю, вот, мне кажется, жеванно и невкусно. Если вам хочется какую-то гадость сказать, ну, скажите. Вам от этого легче? Пожалуйста. Просто парень. Запад решит вопрос целостности Украины. А дальше в РФ возникнут внутренние вопросы. Что думаете об этом и как это может обернуться? Да, Запад поможет провести выборы в РФ. Ну, просто парень. Я опять говорю, что будущее РФ зависит от РФ. Я не верю в то, что Запад решит устанавливать в России оккупационный режим, что Запад решит брать на себя ответственность за политическое будущее России. Я с утмешкой услышал последнюю фразу в интервью Марии Певчих Юрию Дудю, когда он ее спрашивал о том, как обеспечить в России свободные выборы, где она говорит, что а вот пусть это Украина впишет в мирное соглашение с Россией. Проблема России это проблема России. И никто не будет решать их, кроме россиян. Да, поэтому Запад, вот если бы Путин не начал войну, окружил бы Россию железным занавесом, то Западу по большому счету было все равно, что он творит внутри страны. Вы посмотрите на позицию Запада по отношению к России на протяжении последних, после Крыма. Да, Крым, конечно, гадость, это нарушение режима. Слушай, Путин, окружи себя забором, и это твоя территория. Вот внутри своей территории делай, что хочешь. Нам наплевать. Нам наплевать на отравление Навального, нам наплевать на убийство Немцова, нам наплевать на то, что Карамурзу, Певоварова, еще кого-то там посадил в тюрьму, нам наплевать на то, что твои ОМОНовцы бьют женщин на улицах Москвы, нам на все наплевать. Делай у себя внутри страны все, что хочешь. Это твой концлагерь, а ты начальник. И мы не вмешиваемся в свои порядки. Вот какое отношение Запада. Сейчас Запад бьется с Путиным ровно потому, что Путин пытается дестабилизировать весь мировой порядок. Всю ту систему международных отношений, которая создавалась после Второй мировой войны, ну или во время Второй мировой войны, потому что Атлантическая декларация появилась чуть ли не в 41-м году. И, соответственно, вот это является угрозой для Запада, что Путин пытается навязать идеологию 19-го века, что все решается силой, в силе прав, у кого больше прав, тот и прав. Вот с этим борется Запад. Запад борется с попыткой Путина определять международный порядок. А вот то, что он делал у себя внутри страны, и Запад никак на это не будет реагировать. Ошибка Путина состоит в том, что он начал войну. Ошибка вот с точки зрения, как политика, которая хочет удержать власть в России. Не случайно, посмотрите все последние заявления, там и американской администрации, европейских лидеров, говорят о том, что у Путина нет политического будущего, он должен уходить. Соответственно, это не то, что Путин должен изменить политику внутри страны, там нужно ему навязать выборы, нет. Нет. Войну закончить можно только потому, что он там не будет Путина в власти. Вот. Поэтому как-то вот Антон Штиль, не являясь гажетанином России, но слышал такие обсуждения, что в России огромные налоги, в смысле работодатели платят заработников много, и куча других скрытых налогов. Антон, смотрите, если из российского бюджета убрать рентную составляющую, это нефтегазовые доходы, то, что налоги на добычу и экспорт нефтегаза и нефтепродуктов, то вообще говоря, налоговая нагрузка в России как доля от ВВП, она достаточно низкая, она меньше 30%. Вот. То есть все-все-все-все бюджеты собрать. В принципе, по этому показателю Россия находится примерно на одном уровне с Соединенными Штатами Америки, ну и точно совершенно ниже, чем многие, там практически все европейские страны. Есть азиатские страны, которые развиваются бурно, у которых меньше налоговой нагрузки, но в принципе 30% налоговой нагрузки на экономику, это не является запредельно высоким. У России есть, не скрытый налог, у России есть очень высокий налог социальный, то, что social security, налог на заработную плату, то есть подоходный налог 13%, а вот на заработную плату сколько у нас там, 37% это уже не университет. Вот, да, соответственно, это и есть вот то, что 30% сейчас. Это и есть увеличение стоимости рабочей силы для работодателя. И это давит, ну, кстати, не только в России, там, в Украине то же самое, да, и это давит все современные сектора экономики, для которых основной ресурс – это мозги. То есть, в принципе, для металлургического предприятия, для нефтедобывающей компании, там, налог на заработную плату дополнительно, там, 30% на зарплату это не очень много, потому что зарплата в себестоимости составляет, там, 6-7-8%. Да, а если вы работаете в сфере услуг, если вы работаете в сфере IT, то у вас зарплата может достигать и 40, и 50, и 60%. Да, и тогда вот эта налоговая нагрузка, она для вас становится запредельной. Вот об этом, наверное, идет речь. Скрытые налоги существуют как поборы, да, существуют, и на всех уровнях, где-то к вам обращается мэр, где-то губернатор, где-то президент Путин, читайте Панамское досье и историю филончелиста Ралдугина. Да, это существует, но масштабы этого, опять, если сравнивать с масштабами экономики, наверное, все-таки не очень велики, хотя, вещь неприятная, когда вас вымогают деньги, я согласен. Евгений Корнилов, как вы считаете, возможно ли в Украине победить коррупцию? Ну, не победить, а значительно уменьшить. Евгений, конечно, возможно, не только в Украине, в любой стране. Если, как это, если кто хочет сделать, тот ищет способ, а кто не хочет сделать, тот ищет оправдание. Страны, которые пошли по пути борьбы с коррупцией, они этого добились. Страны, которые решили не бороться с коррупцией, а ее оставить, они тоже этого добились. Энди Стоун, Сергей, испытываете ли вы стыд за какой-нибудь период работы на госслужбе в РФ или за какие-нибудь поступки, действия тогда? Хороший вопрос. Стыд? Было ли мне за что-то стыдно? Нет. Думаю, что нет. Были ли у меня профессиональные неудачи, профессиональные ошибки? Наверное, да. Наверное, да. Можно ли было что-то развернуть по-другому? Можно было попытаться, да. Ну, например, вот к своим профессиональным неудачам, ошибкам, да, я, например, отношу то, что в начале ноября 97-го года, когда развивался азиатский кризис в России в это время, ну, он пришел в Россию, там, и, а вот в это время в конце 97-го года должен был закончиться валютный коридор. И, вообще-то говоря, позиция центрального банка в тот момент была то, что про валютный коридор нужно забыть. Вот он закончился, не нужно делать никаких объявлений. Вот просто он исчезает и на этом, на этом же закон. Ну, с валютным коридором, центральный банк получал бы свободу рук с точки зрения движения курса рубля, его девальвации, потому что, ну, если вы почитаете, то основная масса обвинений в адрес центрального банка в кризис 98-го года состоит в том, что вовремя не девальвировали рубль. Да, его не девальвировали, потому что в начале, в ноябре 97-го года тогда вице-премьер российского правительства Анатолий Чубайс настоял на том, чтобы Россия сохранила валютный коридор. Вот я считаю, что там моя профессиональная неудача, ошибка, она состояла в том, что я как-то вот не сильно боролся, я пытался делать, но вот у меня не получилось. Не получилось убедить Черномырдина, не получилось убедить Дубинина, не получилось достучаться до администрации президента, сказать, что это ошибка, что так нельзя. Можно дальше обсуждать, но сказать, что мне за это стыдно, да нет, так я не готов. Стыд, это что-то ты делаешь, не знаю, в общем, короче, ответ такой нет. Грут, в какой валюте держать деньги, ну, смотря сколько у вас денег, да, и смотря в каком банке вы обслуживаетесь, есть ли у вас возможность вывода ваших денег за пределы России. Я считаю, что российский рубль это валюта неустойчивая, валюта не самая удобная для долгосрочных сбережений, и валютная диверсификация, она всегда полезна. Другое дело, что сегодняшняя банковская система в России, она, в общем, или банковское регулирование, скажем так, неблагоприятствует организации валютных сбережений. Соответственно, вот в какой валюте, знаете, в золоте, в золоте, да, вы убедите риск на цену золота, но у вас есть какой-то, ну, это одно из объяснений, да, вы понимаете, я не хочу давать таких рекомендаций, просто так, не зная ситуации конкретного человека, но то, что валютная диверсификация полезна, правильно, это, да, так я хочу посмотреть, у нас 8 минут с вами осталось. Так, Trust Me, вопрос, в России это капитализм, а если нет, то что отличает здоровый капитализм от капитализма в России, понимаете, капитализм это некое название, которое, возникло, наверное, все-таки в 19 веке, и оно говорит об экономических отношениях, о том, как устроена экономика, да, и сейчас, наверное, правильно говорить о том, что это рыночная экономика, что характеристиками капиталистической экономики является то, что средства производства являются частными, что компании являются частными, а не государственными, и, хотя, в принципе, здесь государственный капитализм тоже, да, соответственно, и что цены являются свободными, вот, но то же самое, можно сказать, смотрите, в России капитализм, да, в России капитализм, да, в России рыночная экономика, потому что цены свободные, в России средства производства Есть частные, есть государственные. Но это примерно так же, как, знаете, есть игра в футбол. При этом есть футбол деревенский. Школьники в сельской школе играют в футбол. А есть футбол чемпионата мира, где играет Месси и Роналдо. И то, и другое называется футболом. Сказать, что ребятишки в сельской школе играют не в футбол, будет неправдой. Но говорить, что это одно и то же, тоже будет неправдой. Поэтому, да, в России капиталистическая рыночная экономика, но с огромными, огромными последующими объяснениями, чем она отличается, не знаю, от французской, польской, американской. Кстати, они между собой тоже отличаются. Джек 5081. Но тоже лучший вопрос. Считаете ли вы, что Крым нельзя напрямую передать Украине прямо сейчас в избежание чистых среди населения отдать под управление третьих лиц на переходный период? Я вообще не понимаю, каким образом Крым можно отдать Украине прямо сейчас. Да, потому что в России есть конституция, есть законы, есть решение конституционного суда. И в любом случае, я бы сказал тогда, что даже когда, вспомните, даже когда Путин аннексировал Крым, то вот этот переходный период занял с конца февраля и до конца марта месяц. Поэтому, конечно, и в обратную сторону, когда Крым будет переходить в состав Украины, контроль Украины между Россией и Украиной, должен быть подписан договор с технологией, как это будет происходить, в течение какого периода, какие будут гарантии Украины по защите прав граждан. Возможно, возможно, я не думаю, что будет управление третьих стран, но думаю, что какие-нибудь наблюдатели будут присутствовать. И будет плавный переход администрации из-за них в другие. Скорее всего, там нужно будет начинать откуда-то. Опять, не хочу сейчас фантазировать. Одним словом, это должно быть результатом переговорного процесса. Как договорятся, так и будет. Но точно совершенно не получится, знаете, взять, подписать одну бумажку и сказать, что на этом все закончено. Так не получится. Серж, продакшн-директор. Горбачев просился в НАТО. Путин предлагал взять Россию в НАТО. То есть Россия хотела в цивилизации, но США планы были другие. Сергей, отличный вопрос. И этим сейчас... Это одна из тем, над которой сейчас работаю и пытаюсь понять логику Запада, логику Америки. Моя конструкция, например, выглядит следующим образом. После Второй мировой войны два главных противника Америки, США и Германии, и Япония в короткое время стали экономически процветающими державами, при этом их экономика была разрушена в ходе войны, и стали политическими союзниками Америки. Потому что Америка решила взять их под свой политический зонтик, и Америка открыла им доступ к своей экономической системе. Когда Советский Союз рухнул в 91-м году, то Запад, Америка не сделали ни того, ни другого. Какая-то ответственность, доля ответственности, безусловно, лежит на России. Потому что, да, Горбачев хотел в НАТО, но как-то невнятно. При Ельцине значительная часть военных выступала против какого-либо сближения с НАТО. И у Ельцина, несмотря на то, что он считается, что он был таким сильным президентом, у него не было возможностей влиять на военных, заставить их принять то или иное решение. Те, кого это интересует, я говорил, да, есть книга «Билл и Борис» «Строгба Телбота», где он описывает с фамилиями, переведена на русский язык, вот, как шли переговоры, какую позицию занимали военные, как военные опровергали то, о чем договаривались президенты, ну и так далее. То есть, и нельзя сказать, что если Путин хотел, насчет Путина я не знаю, а Путин, мне кажется, в тот момент, когда он сказал, почему бы нет, у него вообще не было никакой концепции, он вообще не понимал, куда он попал, что такое быть президентом России и что можно, что нельзя. Хотя, с точки зрения Запада, я считаю, что в тот момент, конечно, надо было бы срочно Путина на крючок и тащить. Ну, не сделали. Дмитрий Мелин. Вы как-то в эфирах говорили, что знаете людей из правительства, и со многими с них общались. Что это за люди? Есть ли среди них те, кто пришел во власть ради улучшения России? Слушайте, я их знал, многих, ну, собственно говоря, и общался до своего отъезда из России, с некоторыми общался уже и после. Сказать, что они... Ну, смотри, те, с кем я общался, они были приличными людьми, да, и сказать, что они шли в правительство, во власть, чтобы обогатиться, чтобы стать коррупционерами, да, чтобы заработать, ну, там, украсть, как можно больше денег, нет. С течением жизни взгляды из некоторых из них менялись, кто-то, что называется, поменял свою позицию. Но есть многие те, кто действительно приходили во власть для того, чтобы сделать жизнь страны лучше. Другое дело, что они не увидели того момента, не отфиксировали тот момент, когда Россия свернула со своего курса и пошла по другому пути. И они продолжали выполнять команды капитана, стоящего на мостике, не обращая внимания на то, куда показывает стрелка компаса. Так, ну и, наверное, последний вопрос, давайте. Душсантуш, можно ли по форме сравнивать экономику России имени Путина, экономики Германии имени Гитлера? Да нет, конечно. Экономика Германии имени Гитлера, это очень похоже на советскую экономику. Да, я бы сказал так, что роль центральных органов власти, Министерства экономики, роль Рейхсбанка, она была очень похожа. Все эти четырехлетние хозяйственные планы, которые Геринг выписывал, это вот как раз было больше похоже на советскую экономику, валютные коэффициенты при продаже, при экспорте, при импорте. Нет, конечно, на путинскую экономику это не похоже. Спасибо, спасибо большое всем участникам. Вот мы заканчиваем наш разговор. Мне было интересно, живо, и надеюсь, что вам тоже было не очень скучно. Так что всего хорошего и до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова